Президент Украины Владимир Зеленский посетил Финляндию, чтобы встретиться с главой страны Саулини Нинистю. Как и о большинстве зарубежных визитов, об этом объявили уже постфактум. После встречи президенты на пресс-конференции подняли тему очередной партии вооружения для Украины, в частности авиации. Нинистю заявил, что Финляндия не может передать Украине американские F-18 и A-18 Hornet, которые Украина просила еще в марте, пока не заменит их современными F-35. К тому же, по словам президента Финляндии, Hornet изношены, но Зеленский стоял на своем и пошутил. Нам все равно они нравятся, подчеркнув необходимость такой авиации для победы. Несмотря на то, что Финляндия не готова предоставлять самолеты прямо сейчас, Зеленский убежден. Украина получит их, как только начнет наступление, ведь, по его словам, необходимость того или иного вооружения нужно доказывать не на словах, а на поле боя достижениями. Помимо лидеров Финляндии, Зеленский также встретился с премьерами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. В Хельсинки проходит нордический украинский саммит лидеров. С каждым из них у Зеленского будут двусторонние встречи. Тема саммита – агрессия России против Украины, поддержка нашей страны, Северной Европой, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО. Обсудили также формулу мира Зеленского, которая касается ядерной и энергетической безопасности, восстановления территориальной целостности Украины, возвращения военнопленных и депортированных, и других пунктов, необходимых для победы нашего государства. Это усиление безопасности в регионе, безопасности на нашей территории и усиление наших возможностей, чтобы защитить себя. Усиление нас на поле боя. Я буду уверен с вами. 15 пакетов – это не цифры. Это, прежде всего, не количество оружия, а количество безопасных жизнений. И поэтому я тут, чтобы дружные страны поддержали нас еще больше, сильнее, и чтобы у нас была возможность иметь успех в наших соответствующих, абсолютно справедливых, контрнаступальных действиях по деоккупации суто украинской территории. Лидеры Финляндии неоднократно посещали Украину после начала полномасштабного вторжения. 23 января Зеленский принимал президента Финляндии Саулининистер. А 10 марта – экс-премьера Санну Марин. Она, в частности, говорила о желании видеть Украину среди членов НАТО и готовность давить на Россию ради скорейшей победы Украины. Вступление Украины в НАТО на сегодняшней встрече лидеров также обсуждалось. Сама же Финляндия стала членом Североатлантического альянса менее месяца назад, 4 апреля. Для этого стране понадобился почти год. И хотя в НАТО Финляндия еще новичок, в сотрудничестве с США они уже готовят соглашение о расположении военных баз Америки. Ответ России не заставил себя ждать. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова уже пригрозила Финляндии военно-техническими мероприятиями в случае появления баз США на ее территории. Финляндия, как никто, хорошо знает, что такое российская агрессия, поэтому поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения, начиная с гуманитарной помощи и заканчивая тяжелым вооружением и боеприпасами. Общая стоимость помощи более 600 млн евро. И это не предел. Саулини Инистю заявил, что его страна будет в дальнейшем поддерживать Украину и готовит уже 15-й пакет военной помощи. И добавил, он абсолютно уверен, будет и 16-й пакет, если в этом будет потребность. Она точно будет, ведь о подготовке украинского наступления не говорит сейчас разве что ленивый. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш YouTube и Telegram каналы, чтобы первыми узнавать правду.